Приветствую вас, друзья, уважаемые коллеги, организаторы конкурса «Алабаза». Меня зовут Гончарова Дарья. Я мама восьмерых детей, с последним из которых я сижу сейчас в декрете. Я давно шью из текстиля, очень много лет и серьезно занималась скраббукингом, но с тех пор, как я погрузилась в кожевинное мастерство, все прочие хобби и занятия у меня отошли на второй план. Я бы сказала, что я фактически на сегодняшний день занимаюсь только шитьем из натуральной кожи. Шью я вручную. Время буквально проносится для меня незаметно, и вытащить меня из процесса может только моя семья, мой любимый муж, мои дети. Настолько сильно это меня вовлекает, какой-то квантовый скачок. Я села, как это прошло уже три часа. С кожевинным мастерством я познакомилась ровно год назад. В апреле прошлого года моему мужу Олегу пришла идея семейного занятия этим ремеслом. Я задумалась, и в течение какого-то времени мне попалась на глаза реклама ВК Валентины Ивановой «Ручная работа», собственно, от которой я и узнала о вашем конкурсе. Я купила у нее курс, прошла его. Успешно шью уже более восьми месяцев. Благодарна своему мужу за то, что он меня всячески поддерживает, как финансово, так и идейно. Он конструктор многих наших моделей. Я стараюсь говорить не «я занимаюсь, а мы занимаемся», потому что это истинно так. Спасибо тебе, дорогой. Я рада представить вам в рамках конкурса три своих работы. Мы с мужем назвали их «Песко-трио», «Персиковое трио». «Персиковое трио» — это коллекция для женщины-хозяйки, навеянные мне моим детством, в 80-е годы СССР, как раз по теме нашего конкурса. Выполнена не специально для конкурса, ранее я не выполняла этих работ, но при этом они практичны. Все изделия изготовлены из кожи артикула «Эризу Нарав», которые относятся к категории «Рил Вакета», купленные у организаторов конкурса «Ла База». Это шикарная бычья кожа растительного дубления с великолепной органолептикой, с такими невероятными тактильными ощущениями. Бахтармай — это просто сказка. Работать с ней было невероятно приятно. Я бы не сказала просто потому, что сложность изделий, но это был кайф. Еще раз повторюсь, что все изделия практичны, они не как выставочные образцы, с ними можно и нужно с удобством пользоваться в быту. Сразу хочется поблагодарить компанию «Ла База» за организацию такого конкурса. Также хочу поблагодарить Олесю, менеджера, которая мне помогала с подбором кожи. Я специально выбирала вот такое теплое, что-то хотелось вкусное, летнее, солнечное, персиковое. И вот Олеся помогла мне найти ту самую мою хотелку, которая, к слову сказать, была у вас в последнем магазине. Еще раз повторюсь, цветочные летние мотивы были основным моим таким знаменателем. Основной моей целью для участия в этом конкурсе, для пошива этих сумочек. И попали слов о моих сумках. Сумка-клач. В те времена Советского Союза у наших родителей было не так много мест, куда бы сходить. И выход в театр, в кинотеатр, в музей для семьи это было целое событие. А если удавалось попасть на премьеру в ведущем театре или в новинки кино, вышедший в прокат супер популярными актерами того времени, к такому выходу, ну, готовились. Зачастую, как на праздник, старались нарядиться, эффектно выглядеть. Как раз для таких случаев я и создала свое первое изделие-клач. На создание которого меня сподвигли образы театральных маленьких шелковых сумочек, предназначенных в основном для биноклей и косметики. Форма бутона с раскрытым цветком, с каплями искрящейся росы на листках и яркой сердцевиной цветка. Все это из детства, в котором цветы окружали меня, ну, просто везде. На приусадебном участке, на клумбах соседей. Цветы в то время не продавались, как сейчас, почти на каждом углу. Их выращивали при домах, на участках. И соседки по улице даже соревновались. У кого ярче, у кого дольше цветет, у кого разнообразнее цветники у дома. Они обменивались семенами и постались постоянно приобрести какие-то, достать где-то какие-то новые виды. Цветочный орнамент также нас окружал повсюду. Большинство обоев были с цветочным орнаментом. У ке цветов был не просто знак внимания, а подарок. В силу отсутствия торговли цветами в те времена. И сад. Я практически все время живу на юге страны, и фруктовые деревья с их ароматным и ярким цветением тоже послужили вдохновением для этой сумочки. Широко распустившийся цветок подчеркивает внутренние наполнения из шелка с растительным орнаментом. Удобный кармашек на магнитной кнопке внутри, под мелочи и карабинчик для номерка из гардеробной или ключей. Сумочка-фермуар. Дань уважения к самой массовой конструкции изделий и мелкой галантерии того времени. Однако, просто повторить ее не было смысла. В те времена материалы в основном были темных, скучных и практичных тонов. И вот что получилось. Персиковый цвет, высокое качество кожи, подчеркнутое шелковистым блестящим материалом, жемчужного цвета, который выгодно дополняет золотистый оттенок фермуара и цепочки. Форма тоже непростая, троцепицевидная, с небольшим расширением к низу. Внутреннее наполнение из той же жемчужной ткани с отдельным кармашком, мешочком, который можно отстегнуть. В нем можно разместить важные личные предметы сложной формы, например, очки. Это практичный мешочек, и внутренняя стенка, и сумки образовывают между собой еще один карманчик. Это по нашему замыслу более повседневная сумочка. Однако, если вы вдруг с подружками решите сходить куда-то погулять, куда бы то ни было, сумочка в любой обстановке будет смотреться празднично и уместно. Шоппер. Ну куда же без него, хозяйки? И, конечно же, куда хозяйки дома без более вместительной сумки для покупок. И поэтому третью нашу сумочку можно смело назвать компактным шоппером. Практичная хозяйственная сумка шоппер была навеяна мне своими старшими по возрасту коллегами из советской действительности. Это простой плотный пластиковый пакет с ручками и сумка из плетенной сетки с уникальным названием авоська. Эта парочка доминировала в хозяйственных покупках советских граждан. И посмотрите на мое изделие. Плетенность навеяна авоськой. Стеклянные стразы на пересечении плетенных полос ассоциируются с узелками авоськи. Пакетом навеяна прямоугольная форма шоппера и его ручки. Внутри в сумке вставлена влагозащитная ткань, которая не боится ни влаги, ни чистки. Также там имеется карман для телефона. Или мелочи. И это тоже от прообразов, которые можно было легко постирать или помыть. Для преемственности мини-коллекции шоппер оснащен цепочкой с нестандартной, но удобной накладкой на плечо. Для большей эстетики и комфорта. Еще раз благодарю всех организаторов конкурса за уникальную возможность поучаствовать в вашем чемпионате. Также хочу поблагодарить своего любимого мужа Олега за то, что он поддерживает меня на протяжении всего моего пути к оживленному мастерстве, а также особенно в этом конкурсе. А также благодарю своих детей за их терпение, за их понимание, за то, что мы сидели с моей маленькой девочкой, которая тоже регулярно помогала мне, подбегала, залезала ко мне на ручки, помогала мне делать отверстия для шва. И тем самым помогли все вместе сделать нам этот конкурс. Спасибо. Всем удачи.